Всем привет! Меня зовут Катя Гусе, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня у нас второе видео, продолжение предыдущего видео о коллекции сумок. Здесь я пытаюсь рассказать вам про все сумки, которые у меня есть, ну, за некоторым исключением, потому что рассказать абсолютно про все сумочки. В коллекции такого шипоголика, как я, невозможно. Какие-то абсолютно, например, летние варианты, которые я редко ношу, или ноу-нейм, я, например, здесь не буду показывать. Хотя в этом видео какую-то часть достаточно недорогих, но таких веселых летних отпускных сумочек я вам покажу. Я надеюсь, что вам понравилась предыдущая часть. Я оставлю ссылочку на это видео внизу. Также имейте в виду, что у меня есть достаточно, как мне кажется, классный Instagram-профиль, где многие из этих сумок вы можете видеть в стилизациях, в образах, если, например, вы сомневаетесь, а подходит ли вам эта сумка, подходит ли она вам по размеру. И, например, вам, чтобы понимать, какой размер сумки вам нужен, имейте в виду, что мой рост метр семьдесят, да, вы можете сравнить. Мне кажется, это достаточно полезная информация, когда вы видите какие-то предметы в обзорах YouTube, и также в Instagram, вы можете параллельно увидеть их в каких-то образах. В этом видео у нас будет большая часть по одному бренду. Я не буду его сильно освещать, потому что я хочу посветь отдельное видео только этому бренду, не будем забегать вперед. И также покажу то, что у нас, в принципе, осталось. Также мне интересно услышать ваши комментарии, насколько вам нравится видео формата коллекция, да, то есть может быть коллекция Denim, а коллекция жакетов. Если вам интересно видео таких форматов, то есть чтобы я, например, брала одну категорию и шла по ней, объясняла почему, что и как, почему именно как бы эти вещи, да, за универсальность, за качество, еще за что-то, какая размерность, как я уже сказала, обязательно комментируйте внизу, чтобы я знала, потому что я сейчас продолжаю активно генерировать идеи для новых видео, и поскольку я стараюсь снимать чаще, то идеи нужны чаще, и в какой-то момент они у меня начинают кончаться. Интересно вам увидеть тур по гардеробу, тур по квартире, один день со мной, то есть, например, я позову кого-нибудь классного оператора, и он меня будет преследовать весь день, начиная с утра, до ума, да, и до каких-то, может быть, съемок, магазинов, еще чего-то. Обязательно пишите, какие форматы вам интересны, что бы вы хотели увидеть, потому что все это мне помогает дальше иметь идеи, дальше продолжать бесперебойно снимать видео. Напомню, что у нас есть наш drink of choice, у меня это капучино, и приступим, чтобы вступление не было слишком длинным. Сумка, которую я хотела показать еще в прошлом видео, но уже не успела, это моя единственная сумка бренда The Row, несмотря на то, что я люблю очень этот бренд, люблю в основном его обувь, у меня есть немножко одежды. Сумка у меня одна единственная, у меня была еще одна, но я с ней рассталась. Это классический банан, черный, самый первый выпуск, из такой достаточно крупнозерненной кожи, мягкой, цвет large, хотя вот как бы она не выглядит large, да, напомню, рост метр семьдесят, чтобы вы могли посмотреть масштаб сумки. Она очень мягкая, невесомая практически. Здесь регулируется вот этот тканевый ремень, то есть можно сделать вот так, и сумка будет очень удобна для прогулок, с детьми в том числе, для аэропорта. Внутри я вставила, чтобы немножко надежала форму небольшой наполнитель. Сумка очень простая внутри, она замшевая, и, как я говорила, считается, что хорошие сумки должны быть кожные или замшевые внутри, но здесь это не подкладка, это часть, собственно, самой кожи, просто она внутри, как бы, оборотная сторона у нее замшевая. Нет ни одного кармана, то есть есть недостаток этой сумки, то, что она, ну, слишком простая, то есть настолько минималистичная, что просто даже неудобно. То есть я ношу обычно здесь какую-то небольшую косметичку, ну, какие-то мелочи все равно надо положить, там, блеск, я не знаю, маску, санитайзер, и, конечно, вот, чтобы все это валялось просто в сумке, плюс, если бы ее не застегнули, положили где-то вот там в кафе или в ресторане, из нее все прекрасно выпадает. Но плюс этой сумки в том, что она достаточно авангардная, при этом очень-очень универсальная, минималистичная, подходит практически ко всему, особенно ботинки, кеды, вот любая спортивная такая стилистика городская, да, casual. У нее практически отсутствует металл, то есть здесь вот его прям совсем мало, плюс молния несет чисто функциональный характер, поэтому можно с ней носить любые украшения, то есть и в белом металле, и в желтом абсолютно не стесняться. Если вы думаете насчет покупки банан, мне кажется, она уже такая не супер-супер прям модная, но это узнаваемая, хорошая, дорогая сумка, которая при этом очень-очень хорошо носится и очень универсальная. Если говорить о таких достаточно casual, универсальных сумках, я не знаю, насколько слово универсальное здесь актуально, у меня есть вот такая классная сумка, новая, от Vara Studio, вообще они занимаются как бы одеждой для спорта и йоги, но они сделали, в том числе, кстати, сумки из кожаной, учитывая, что огроменные, громеннейшие, просто очень большие сумки, это сейчас тренд, она реально очень-очень большая, мне кажется, это идеальная сумка для путешествия, она очень легкая, есть вот такой вот кожный карман, ее можно вот так вот здесь завязывать, и она выглядит как такой мат для йоги, если, например, вы куда-то идете, и вы знаете, что вы там что-то будете забирать, например, я иду в какой-нибудь шоу-рум, и я знаю, что мне там что-нибудь дадут. У меня с собой есть, например, небольшая моя какая-то сумочка, и вот такая сумка просто на плече, во-первых, это красиво, это такой некий аксессуар, во-вторых, это практично, я могу на месте ее развязать, чтобы не ходить с какими-то пакетами, оставаться все такой же стильной, мне кажется, она будет также очень классно и актуальна на пляже, в силу того, что она легкая и вместительная, ну и, конечно, для поездок, если, например, у вас детские игрушки, то есть тут такое достаточно легкое и большое подушки под шею для полета, то вот эта сумка может очень сильно выручить. Следующая сумка совершенно другого характера, она мне напоминает немножко такой Great Gatsby, то есть великий Gatsby, да, это Miu Miu, прошлый сезон, называется сумка Belle, очень красивый такой серо-розовый цвет, пудровый, скажем так, и у нее есть очень красивая ручка, посмотрите, какая цепь. Все-таки недаром многие люксовые бренды имеют свое имя, да, потому что вот такое внимание к деталям, то есть в том числе и цепочка, очень красивая, качественная, плюс на карабинах, что достаточно универсально, это означает, что ее можно будет использовать ко многим другим сумкам, это, кстати, я считаю, отличная идея. Сама по себе сумка, конечно, абсолютно прекрасная, из мягчайшей такой гладкой кожи. Внутри она достаточно вместительная, у нее есть один кармашек, и внутри, кстати, у нее сатин, но здесь хочу как бы сказать, что я не противоречу своим словам о том, что у хорошей сумки внутри должна быть кожа. Иногда именно по стилистике сумки может быть ткань, и здесь, мне кажется, ткань, вот этот нежный розовый сатин, идеально подобран, потому что сумка такая немножко театральная, да, реально вот 20-е годы, то есть вот представьте, что вы в театре, вы открываете, а у вас там такой вот сатин, и мне кажется, это придает даже какое-то определенное настроение, да, то есть все-таки, когда мы пользуемся вещами, это дает нам определенное ощущение себя, настроение, то есть здесь все-таки вещизм нужно воспринимать в таком хорошем ключе, и вот как бы к разговору о том, что здесь, мне кажется, внутренние сумки продуманы именно как надо, при этом размер сумки все-таки достаточно приличный, днем также можно спокойно с ней ходить, если сравнить, вот у меня есть маленький ретикюль прада, то, конечно, намного больше, и, по-моему, это средний размер, она есть поменьше размером, и побольше, и побольше, у нее еще есть, по-моему, такая жесткая, дугообразная ручка. Следующую сумочку, которую я покажу, близка к Мю-Мю, да, как я вам уже показала, форма очень похожа, но это один дизайнер, Мю-Че Прада, здесь есть ручка, которая у меня, к сожалению, сломалась, и ручка вот сюда, как раз к этим ушкам цепляется, она супер-супер универсальная, то есть вечером я ее очень много с собой ношу, беру, использую, одна из моих самых любимых сумок, внутри кожа, посмотрите, какая красивая красная кожа, поскольку сумочка очень маленькая, не предполагает кошелька, здесь как бы сразу встроены слоты под кредитные карты, и плюс еще один маленький кармашек. Сумка легкая, это нейлон, фирменная ткань Прада, мне, конечно, обязательно нужно починить эту ручку, я не знаю, в бутике тоже это можно сделать, но у меня попросили найти карточку к сумке, чтобы знать, что это за модель, найти ее артикул, потому что, да, я сама действительно, кроме бутика в Каннах, где я ее купила, наверное, года 4 назад, я нигде больше эту модель не видела, поэтому я не удивлена, что иногда, знаете, в некоторых бутиках бывают какие-то еще плюсык, эксклюзивные модели, то есть, например, в Москве могут не знать модели, которые там были в тех же Каннах. В принципе, мне нравятся нейлоновые сумки Прада, мне нравится их миниатюрность, их легкость, даже вот эта какая-то, мне кажется, нейлон придает этим сумкам при всей своей вот такой консервативной форме, да, то есть, это реально опять же таки 20-й, такой редикюльчик, придает все-таки что-то такое современное и очень такой cool. Упила ее, кстати, на сейле в Прада тогда, летом в Каннах, потому что тогда в Прадо еще были сейлы, к сожалению, этого больше нет. Очень смешная сумочка, инспирированная для меня тоже Прада, у них вот есть такая сумка, из страз, кстати, вот ручку от этой сумки я цепляюсь сюда, потому что вы видите, здесь есть вот такие вот места, куда можно прицепить, но поскольку ручка сломана, здесь я завязала просто шелковый бант, сумка сама по себе, база от нее, это сумка топ-шелк, я прям вот здесь все выпорола, зашила и поставила свою ручку, и теперь у меня такая Прада-inspired, такая вечерняя сумочка, я уже видела, что моя знакомая девочка Кокина Лена, если вы знаете в инстаграм, что она тоже вдохновилась этой идеей, тоже переделала сумку топ-шоп, но скажите, это потрясающе, то есть я получаю насчет этой сумки очень-очень много комплиментов, при этом при всем она вечерняя, легкая, но в нее, кстати, много помещается, потому что вы видите, что по площади она довольно-таки такая приличная, кстати, ее очень удобно брать в поездку, она абсолютно плоская, легкая, так что я с собой горжусь, что я еще что-то могу сделать и руками. Следующие сумочки у меня все из Зары, я очень люблю в Заре вот такие вот всякие маленькие смешные вечерние сумочки, они меня очень выручают, это тоже Зара, они меня очень выручают в отпуске, и здесь я верна своему правилу трех цветов, белый, рыжий и черный, то есть это основные цвета для меня, для сумок. Когда я на отдыхе, у меня есть, например, белые сандалии, у меня есть такие Серджио Уроси с красивыми кристаллами, серебряные к ним идеально подходит эта сумка, вечером можно с ней ходить даже, например, в Москве на какие-то свадьбы, ювелири, вечеринки. Вот эта сумка, это студио коллекция, по-моему, или какая-то лимитка, то есть у нее есть вот такая длинная ручка в виде цепочки, я ее ношу вот так, то есть для меня это тоже такой немножко мешочек из 20-х годов по стилистике, который очень красиво сочетается со всякими сарафанами и с моей любимой рыжей обувью, то есть в отпуске, летом, любые рыжие сандалии, которые у меня есть, Эрмес, Лаэвы, например, на каблучке есть из Роу, вот эта сумка прекрасно сочетается, очень красиво дополняет, плюс, например, из Роу сделали сумки из бисера, которые стоили там 2000-2500 евро, что я считаю для малюсенькой сумочки из бисера, ну как бы, а здесь прекрасная вообще история, замечательная, качественная, все на месте, очень-очень плотно уложен бисер, вы видите, он уложен рисунком, внутри красивая сатиновая подкладка и в нее, конечно, помещается побольше, чем вот сюда, она все-таки такая объемная, это мешочек и как раз из-за того, что это мешочек, ее, по-моему, даже вот как бы вот так вот можно вот затягивать. И еще одна моя любовь, тоже такие 20-е, для меня это прям сумочка такая, винтаж, хотя это не винтаж, это Зара там двухлетней давности, тоже здесь бисер, очень красиво, качественно, все вышито, то есть я вам прям рекомендую обратить внимание в Заре на их вот такие сумочки, здесь, кстати, тоже есть длинная цепочка, но я ей не пользуюсь, потому что, в принципе, нет такой необходимости, мне кажется, она портит вид сумки, поэтому я убираю вовнутрь, и она, видите, как хорошо сделана, что она полностью вся внутри, то есть карабины все внутри, вообще здесь и бусины, и вышивка, и она сама такая прекрасная, все на месте, посмотрите, какая замечательная сумка, и опять же, это всего лишь Зара. Теперь мы переходим к интересной части, я надеюсь, что эта часть была тоже интересной, но теперь, наверное, будет особенно интересная часть, где все будет посвящено одному моему любимому бренду Эрмес. Хочу сразу предупредить, я не буду подробно останавливаться на всех деталях, подробностях и так далее, я хочу снять отдельное видео про коллекцию сумок Эрмес, где мы поговорим очень подробно обо всем, сейчас хочу просто пройтись по тому, какие сумки есть, какие модели, размеры, может быть цвета, начнем мы, наверное, с сумок Констанс, которую я не так давно полюбила, но теперь у меня уже три таких сумки, и я очень не довольна, они очень-очень универсальны, если вы видели прошлую часть видео, первую часть видео коллекции моих сумок, ссылку на которую я оставлю внизу, там была сумка Селинбокс, так вот, Констанс, это Селинбокс, но еще удобнее, в силу того, что здесь намного проще одной рукой можно застегивать замок, и внутри одно большое отделение вместо двух средних, то есть, тест на бутылку воды, напомню, что это тест, когда бутылка объемом 300-330 миллилитров, маленький Эвен или Перье помещается в сумку, то есть, такой сумкой можно привезти целый день, имея еще при этом с собой воду, вот такой тест Констанс проходит легко, то есть, здесь очень много всего в нее помещается, плюс, вы видите, сверху у нее еще есть пространство, то есть, даже если сумка набита вообще до предела, то есть, даже если чуть-чуть отсюда что-то торчит, она все равно закроется, очень такой хороший размер, днем, вечером, в путешествии, сейчас покажу вам сразу сумку, которая уже реально была со мной в путешествиях, вот эта сумка Констанс 24 такого же размера, она со мной была в поездках, в самолете, если не летала, она была на ленте безопасности металлоискателей, прекрасно себя ведет, прекрасно, очень удобно, очень хорошо, я с ней весь день ходила, можно ее носить через себя, и она удобнее, чем бокс, еще потому, что у нее можно регулировать вот так, вот одним движением длину ручки, то есть, можно и вот так делать, если вы раздумываете над покупкой какой-то суперудобный, универсальный, но очень имиджевый, такой, видный, дорогой сумки, то Констанс прям очень хороший вариант, напомню, размер 24, кожа Epsom, цвет Gris Etan, и она считается лимитированной в силу того, что у нее эмалированная пряжка, и цвет пряжки называется Rouge Grenade, то есть, какой-то красный гренад, это сумка такого же размера, но кожа Evercolor, она гораздо мягче, вы видите, что Epsom, она такая более зернистая, более объемные зерна, Evercolor, почему-то мне сказали, что она не очень ценится у конечного покупателя, если человек покупает сумку на вторичном рынке, я считаю, что это замечательная кожа, она мне очень нравится, она себя очень хорошо проявила, и я абсолютно не буду hesitate, как говорится, задумываться, или сомневаться, если сумка, которая мне будет нравиться по всем параметрам, будет в коже Evercolor, для меня это замечательная кожа, цвет называется Griperl, то есть, серая жемчужина, вы видите, он такой практически вот белый, но чуть-чуть действительно жемчужный, в моей коллекции эта сумка проходит как белая, я ее ношу с белыми кедами, с какими-то светлыми ботинками, очень она мне нравится, здесь фурнитура палладий, внутри, собственно, все так же, как у предыдущей Констанс, на вечер ее также можно взять, то есть, пожалуйста, при желании, если вам нужно освободить руки, например, под тарталетку и бокал, можно повесить ее на плечо, следующая сумка новая в моей коллекции, и подробно мы о ней тоже попозже поговорим не в этом видео, опять же, Констанс, опять же, размер 24 и кожа Epsom, то есть, как вот у этой сумочки, цвет, кактус и золотая фурнитура, вообще, бомбическая сумка, посмотрите, как хорошо она смотрится с черным цветом, моя любовь, это моя любовь, обожаю эту сумку, купила ее буквально вот недавно и практически не раздумываю, то есть, когда я нахожу свое, это прям очень быстро, я не сомневаюсь, кактус, запомните этот цвет, если вы интересуетесь вообще зелеными оттенками Hermes, это такой прям настоящий зеленый цвет, он может показаться вам сейчас чуть-чуть теплым, в силу того, что здесь золотая фурнитура, он очень такой нейтральный в плане, он не холодный, не теплый, потому что есть цвет бамбук, который, конечно, потеплее, дальше вот сумка Hermes, меня просто кто-то недавно спрашивал, дублируете ли вы вещи, покупаете ли вы одну и ту же вещь в разных цветах, с сумками Hermes, да, потому что, если я нахожу то, что мне действительно нравится и подходит, я дублирую, сейчас будет три одинаковых келья в разных цветах, с сумками Hermes цвет это очень важно, с келью 25 это одни из самых дорогих сумок у Hermes, если мы говорим про реселерский рынок, и не говорим про экзотические кожи, то есть ящерицу, страуса, крокодила, то есть говорим про какие-то стандартные кожи, вот этот вариант, в жесткой коже селье 25, он один из самых дорогих, и я решила, что я хочу купить эту сумку, если уж я плачу такие деньги, только в классике, здесь соответственно размер 25, кожа Epsom, цвет Gris et Tan, то есть ровно такой же, как у Constance, это была моя последняя покупка среди кель 25, первой моей кель была моя гордость, купленная напрямую в бутике келье 25 Epsom ну ах, то есть черный цвет, палладиевая фурнитура, тоже здесь вот все на месте, я все ношу всегда на келье, замочки, все ключики, ей, наверное, 4 года, очень люблю, конечно, плюс к коже Epsom в том, что вы видите, форма, она абсолютно как новая, но эта кожа легко поддается царапинам и пятнам, подробнее тоже поговорим об этом видео, посвященное только сумкам Hermes, следующая после черной среди келье 25 у меня появилась келье gold, также кожа Epsom и такая вот у нее белая прострочка, я, кстати, не обращала внимания, не знаю, бывает gold с прострочкой тон в тон или нет, потому что мы видим, что и там идет с прострочкой тон в тон, а вот у gold она белая, очень ее люблю, опять же, она меня выручает со всей моей рыжей обувью, много подо что подходит, опять же, с черным, мне кажется, хорошо сочетается, вот их три классических цвета Hermes, я бы сюда, наверное, добавила еще такую же келье в цвете cre, и по келье 25 у меня была бы полностью закрытая коллекция, следующая келье, это келье пашет, такой клатч, скажем так, видите, здесь нет ножек, в отличие от классических таких вариантов, хотя это тоже, конечно, классика, кожа свифт, единственная сумка у меня в коже свифт, она, эта кожа очень мягкая, гладкая, легкая, вообще, очень мне нравится, кстати, когда смогу снова приступить к думу в новой сумке, хотела бы сумку в коже свифт, она на самом деле не так легко царапится, как многие думают, при этом, мне кажется, она очень так выглядит, добротно, буржуазно, немножко старомодно, что ли, но в хорошем смысле, бывает только в одном размере, цвет нуар, золотая фурнитура, здесь нет вариативности по размерам, по каким-то параметрам, что она может быть швами наружу или вовнутрь, как это бывает с келье, например, даже с Биркин, потому что их сейчас стали чаще шить с Илье швами наружу, вот так, то есть швами наружу, если вы заметили, Биркин, они обычно шиты швами вовнутрь, ну и следующая сумочка, последняя в коллекции Hermes, и последняя вообще, в принципе, в коллекции сумок, моя гордость, моя маленькая малышка, моя любовь, это Келли Мини, кожа опять Эпсом, цвет Блюзелиш, такой истинный синий, он не ультрамариновый, он не темный, он не голубой, он не зеленый, он такой настоящий синий, то есть мне очень нравится, что у меня здесь вот таких два истинных цвета, зеленый и синий, и именно мои любимые цвета, если мы говорим о цветах, вы заметили, что все сумки у меня нейтральные, да, серый, белый, рыжий, черный, очень классная, ничего не помещается по большому счету, ну так, скажем так, немного, то есть она гораздо менее вместительная, чем Пашет, но при этом все равно очень люблю, очень она милая, тоже мне кажется, с черным красиво сочетается, да, у меня на ней надет ремень Амазон, она мне кажется сразу такая интересная, дерзкая немножко, даже так скажем, ну вот мы собственно и посмотрели всю коллекцию сумок, как я сказала, остались какие-то варианты, например, ноу-нейм сумок, или которые я практически не ношу, или летних корзин, которые мне кажется в принципе коллекцию не очень интересно показывать, и вам наверное будет не очень интересно, пожалуйста, комментируйте, задавайте вопросы, что вам интересно знать, что бы вы хотели еще видеть, какие именно коллекции, коллекции каких вещей, то есть сумки, украшения, да, это понятно, но может быть что-то из обуви, из одежды, очки и так далее, комментируйте, подписывайтесь, ставьте колокольчик, видео теперь выходит чаще, чтобы ничего не пропустить, я вас люблю и целую, пока-пока!